и снова здравствуйте меня зовут василий мельяненко и сегодня мы будем готовить блины вообще-то блины готовят к масленице но на самом деле русскому человеку вкусно есть блины в любой день будь то выходной будь то рабочий мне понадобится 125 граммов муки 30 граммов сахара 4 грамма соли 2 яйца 200 миллилитров воды и 200 миллилитров молока только при такой пропорции получается самый идеальный тонкий блин теперь мы просто-напросто все смешиваем сахара взял тростниковый но говорят что его полезнее использовать не знаю но можно использовать любой сахар соль сюда воду сюда сразу же 2 яйца делаем все быстро чтобы у нас не образовывалось никаких комочков сразу взбалтываем очень удивительно что тесто получается жидким ничего страшного нужно приловчиться первые два блина вас конечно будут комом а потом когда вы поймете в чем суть этих блинов вы будете всегда использовать именно этот рецепт молоко для блинного теста можно использовать обычно но сегодня я использую топленое это мой маленький секрет с топленым молоком получается гораздо вкуснее итак у нас получилось вот такое вот тесто тесто довольно жидкое но ему нужно дать постоять пять минут можно даже 10 для того чтобы клейковина который находится в муке завязалась и тесто стало эластичным во время того как тесто стоит его нужно все время помешивать потому что когда тесто очень жидкая мука может садиться вниз так было у меня один раз на кулинарном поединке поэтому мы тщательно перемешиваем тесто прошло 10 минут клейковина завязалась теперь начинаем жарить капля масла именно растительного немного смотрите огонь у нас небольшой масло чуть-чуть мы его развозим по сковороде для блинов так чтобы она у нас было со всех сторон самое главное чтобы масло не было много будет много масла это плохо не будет масло совсем тоже плохо масло должно быть чуть-чуть огонь у нас небольшой сковорода не должна быть раскаленная но не должна быть холодная то есть все должно быть оптимально мы его должны аккуратно аккуратно тесто жидкое да поэтому блин получается тонкий в этом большой смысл жидкого теста самое главное вы должны знать что никогда ничего кроме блинов не жарьте на сковороде которая предназначена только для блинов я обычно всегда использую или лопатку или палочку но то есть в определенный момент бывает удобно пользоваться или тем или тем нужно попробовать просто что вам лучше будет ляжет по руке рукой берем приподнимаем переворачиваю но вот видите не всегда первый блин комом перекладываем тарельку об продолжаем капля масла маленькая маленькая капелька быстро и развозим по сковородочке перемешиваем тесто перемешиваем и выливаем на сковороду вот они вот он блинчик знатный получился дырчатый все сковорода пришла в норму видите появились дырки первый блин хоть и не комом но он получился без дырочек вот они кружева дырочки красота ох как только блин упал на тарелку сразу же мы должны иметь под рукой растопленное масло сливочное и кисточку смазываем обильно маслом блин не забывайте про краешки то что краешки у нас суховатые они иначе у нас они потом будут отламываться поэтому их нужно обязательно смочить маслом теперь пробуем палочкой как и обещал главное не проворонить блин иначе он у нас сгорит что произошло у нас с этим блином он у нас немножко больше нужного подрумянился но ничего страшного во всей массе блинов конечно же это неплохо сейчас мы перешли на самую сложную стадию приготовления блинов это монотонно блин за блином жарить пока не образуется стопка в качестве топпинга к блинам может быть что угодно сгущенка варенье может быть какой-то нарезанные овощи или тушеные фрукты лечо или чатни но скажите мне какие русские блины без сметаны конечно же наши блины только со сметаной да понятно что это не капли тут расизма нет совершенно такая просто клевая тарелка наш ответ американским панкейкам готов самые настоящие вкуснейшие русские блины со сметаной